Добрый вечер. Это программа «Здравый смысл». В студии Алексея Вербицкий. Сегодня говорим о том, как пирольские общественники пропагандируют спорт в эпоху коронавируса. У нас в гостях руководитель общественного движения «Пирольский город чемпионов» Дмитрий Андреевский. Дмитрий, приветствую. Добрый день. Спасибо, что пришли. Я бы вот о чем хотел спросить. Спорт победит коронавирус. Флешмоб такой существует, насколько я знаю. Его даже поддержал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Ваше мнение? Спорт все-таки способен победить коронавирус? Ну, образно говоря, что вы по этому поводу думаете? Он не просто его поддержал. Вообще, Леонид Таронович начал именно этот флешмоб. Он показал, какие упражнения возможно выполнять в рабочем кабинете, за рабочим местом. Я считаю, что если ты занимаешься регулярно физической культурой либо спортом, то у тебя иммунитет все равно выше, чем у обычного человека. Поэтому все говорят, что физическая культура и спорт очень важны. Поэтому, если смотреть именно с этой стороны, то спорт действительно должен победить коронавирус. Ну и плюс спорт, он же объединяет людей. Если мы сейчас все объединимся против этой заразы, я думаю, мы действительно его победим. Ну, по поводу объединимся. Я понимаю, что это тоже несколькообразно сейчас, потому что и спортзалы закрыты, да, нельзя вместе собираться и так далее. Что вы можете посоветовать людям, которые все-таки хотят заниматься спортом в условиях самоизоляции, ну, может быть, у себя в квартире, при том, что это небольшая, может быть, квартира, да, не такая, как спортзал по площади, какие-то, может быть, упражнения выполнять, вот, например. Но сейчас мы все видим, что все ушли в интернет, в соцсети. Очень много тренеров, которые действительно показывают, какие упражнения возможно выполнять. Очень много фитнес-тренировок показывают по телевизору. Многие тренеры, которые работают в Дю США, либо в спортивных учреждениях, они начали вести онлайн-тренировки, чтобы дети действительно не расслаблялись, спортсмены поддерживали свою физическую форму хотя бы на каком-то уровне. Вообще, действительно, очень много упражнений можно выполнить дома. Единственное, что мы не сможем сделать, это бег, да, или пловцы, допустим, не смогут плавать, если только не в ванной. Вот. Но все различные силовые упражнения, растяжки, может быть, даже небольшой кроссфит дома действительно возможно выполнять. Но я вообще не призываю собираться массово, но я, может быть, рекомендую, если есть автотранспорт, выехать все же в лес, где нет вообще людей, погулять, может быть, побегать и провести вот это время немножко насытив свой организм кислородом, подышать свежим воздухом, потому что заточение в четырех стенах, оно все же тоже не дает положительного эффекта. Вот эти ограничительные меры, которые сейчас ввели по необходимости, да, они все-таки повлияют как-то на активность вашей организации? Ну, мы сейчас тоже ушли в интернет, мы стараемся действительно тоже проводить какие-то онлайн-тренировки, мы подключаем различных тренеров, которые действительно проводят онлайн-тренировки, мы начали выкладывать данный контент в наших соцсетях, на сайте. Ну, и всем известно, что наша организация, она специализируется на проведении спортивно-массовых мероприятий. А сейчас действительно по указу губернатора и нашего президента спортивно-массовые мероприятия проводить нельзя, поэтому мы действительно убрали эти мероприятия из нашего плана. Какие мероприятия пришлось отменить? Ну, самое такое полюбившееся, наверное, самое крупное мероприятие у нас запланировано было на март месяц, на конец марта, это закрытие зимнего горнолыжного сезона, и у нас планировался большой горнолыжный фестиваль, на который уже были приглашены и спортсмены, и спонсоры, и у нас уже была даже закуплена наградная продукция, которую должны были разыграть спортсмены. И этот фестиваль, который многие уже полюбили, нам пришлось отменить. Также у нас отменилась очень интересная тренировка с чемпионом. К нам в город должен был приехать Иван Штырков, это известный боец ММА стиля, который уже дал согласие приехать и показать большой мастер-класс. Ну, еще очень много мелких мероприятий, но эти самые, наверное, значимые, которые мы отменили. Но если что касается Ивана Штыркова, то он перенесет этот приезд к нам в город, к нам в гости. Все-таки приедет. Он все-таки приедет, да, когда отменят данный карантин, а вот что касается горы, то уже скорее всего мы ее проведем в декабре месяце. Планируете уже, может быть, вы какую-то деятельность, еще какие-то мероприятия, вот что называется, после карантина? Что-то уже есть, какие-то массовые, может быть, мероприятия? Когда их, естественно, разрешат. Мы надеемся все же, что в мае все разрешат и конец 30 апреля это станет такой чертой, после которой разрешат спортивно-массовые мероприятия. И у нас уже запланированы крупные мероприятия на мае месяц. У нас уже традиционное первенство Дворца водных видов спорта по плаванию, где собирается очень много местные детворы, которые любят плавание и занимаются плаванием. У нас запланированы соревнования по художественной гимнастике Марии. Это вообще соревнования наша, совместность ДЮСШ, которые посвящены нашей активистке, погибшей в автокатастрофе. Вот такие уже планы есть, и мы планируем их провести, если действительно отменят карантин. Ну, чем еще, в принципе, заниматься планируете во время вот этой самоизоляции? Да, онлайн, да, в принципе, это хорошо. Может быть, какие-то мероприятия для себя наметили необычные еще? Но нам удалось до карантина, до этих ограничительных мер запустить наш новый проект «Спортразведка». Что это? Мы прошли по… Ну, удалось попасть только в два в силовых зала нашего города. Это «Грейджин». И мы побывали в Базленде. Мы показали, что есть такие залы вообще в Перу-Уральске, чем они оборудованы. Вообще, стоит или не стоит туда приходить, посмотреть, комфортно там. Показали тренеров, показали тренажеры, показали то, что можно там выполнять. И глядя на соцсети, а ролики выложены именно в социальных сетях, люди откликаются. Да, действительно, наши Перу-Уральцы посмотрели эти видеоролики. И, возможно, после карантина они посетят эти залы и будут посещать их на протяжении многих-многих дней. А вообще, мы действительно тоже ушли в онлайн, мы начали показывать различные упражнения. Для этого мы используем наш комплекс ГТО, который мы поставили в разных районах. Мы стараемся в разных районах и снимать эти видео, такие небольшие зарисовочки. Ну и плюс у нас такие онлайн-проекты, которые мы запускаем все же в рамках вот этого карантина, который сейчас нам не позволяет выйти. Например? Вот у нас фитнес-тренеры все же начали показывать. Плюс у нас сейчас запустится такой небольшой флешмоб. Необходимо будет отжаться 10 тысяч раз и снять это все на видео, прислать нам. Кто же сможет это? Но это не обязательно за раз. Это возможно на протяжении недели. Но главное это сделать и главное это показать. И за это мы, конечно, вручим тому, кто это сделает, фирменную кепку первой из города чемпионов. То есть человек ее действительно получит. Сейчас мы подготовили маски, которые раздадим бесплатно всем желающим. И причем тоже будет интересная фишка. Их будет доставлять квадрокоптер. То есть контакта никакого нет. К тебе прилетит квадрокоптер без участия человека и доставит эту маску. Ну и плюс я сам показываю иногда тренировки, которые выполняю дома с детьми, потому что у меня дети занимаются спортом. Все это можно увидеть в наших соцсетях и на сайте. Ну то есть вы на самоизоляции тоже с пользой правовой теории. Да, конечно. Хорошо. Спасибо, Дмитрий, за беседу. Спасибо телезрителям. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова